Историко-образовательный цикл. Производство Докупрайм. Документальный жанр и образование. ИБС и Докупрайм представляют. 2018 год на Корейском полуострове снова ознаменовался кризисом расстановки сил между сильными державами. Небольшой, но важный регион оказался местом столкновения супердержав США и КНР, а также пристального внимания со стороны Японии и России. Однако текущий геополитический кризис, разразившийся между державами, далеко не в первый раз происходит здесь. В течение последних 5000 лет Корея вынуждена была бесчисленное количество раз переносить подобные кризисы между крупными державами. Любое небольшое государство должно быть сообразительным, либо не высовываться. Государство должно обеспечивать безопасность населению. Промежуточная позиция – самое сложное положение. Сеулу необходим мудрый лидер. Снова настал период холодной борьбы за главенство. Следование стратегии выживания, выработанной за всю историю корейского полуострова. Мы приступаем к 5000-летнему путешествию, раскрывающему тайны этой стратегии. Корея. 5000 лет выживания. Эпизод пятый. Я. Мы все вместе сможем начать новый период в истории. Мы сможем. Январь 1894 года. Провинция Северная Чолла, районный центр Кабу. Не выдержав тяжелых условий эксплуатации, крестьяне восстают. Мотыги, которыми еще недавно обрабатывали поля, направлены на алчных чиновников. Гнев народа разрастается, как пожар в лесу. Это была неуправляемая сила. Правительственные войска были в парализованном состоянии перед 10-тысячной армией крестьян, восставших за свою свободу. Правительство Чосона и королика Джон были в замешательстве. Восставшие крестьяне быстро захватили территории, начав с Кабу и продолжив. В провинции Северная Чолла, в районах Тхэин, Пуан, Чанып и дальше продвигаясь в районы провинции Южная Чолла, Наньжу, Чансон и другие. И дошли до Конжу и Поин в провинции Чхунчхон. Однако, когда между восставшими и правительственными войсками у крепости Чончжу началась длительная осада, вдруг стали появляться неожиданные для обеих уставших армий сообщения, что правительственные войска соседней Китайской империи Цин вступили в войну для подавления восстания. Человеком, пригласившим военные силы соседней империи Цин, был сам король Чусона Коджон. За время своего правления король Коджон не раз прибегал к иностранной помощи. В результате империя Цин и Япония, Россия и США имели дипломатические осложнения. Государство Чусон представляло из себя слабое государство, зажатое между мощными державами. Если мы вспомним, то полторы тысячи лет назад в период силы Ким Чунчху во время кризисной ситуации в стране тоже привлек иностранную силу и смог достичь весьма значительного результата – объединения трех государств. Но в случае с Коджоном его выбор привел к провалу и разорению страны. Оба воспользовались одинаковой стратегией привлечения внешней военной силы, однако первый добился успеха, а последний потерпел провал. В чем же разница между этими двумя правителями? В декабре 1894 года крестьянское восстание, начавшееся с мелкого противостояния, набрало такую силу, что всего за четыре месяца восставшие захватили целый регион Ханам. Их конечной целью было атаковать столицу. В июне 1894 года в королевский двор приходит сообщение о том, что крепость Чунчжу упала. Короли двор были потрясены и ломали голову над ответными мерами. Несмотря на протесты со стороны сановников, король Коджон предлагает свой план решения. Для правительственных войск, мобилизованных на борьбу с восставшими, выглядело все примерно так. Сами они не справляются, поэтому необходимо было решать с помощью военной силы империи Цин. Решение Коджона заключалось в том, чтобы позвать войска империи Цин. Только проблема была в том, что это уже не в первый раз при нем происходило. Развитие событий началось на 12 лет ранее. 23 июля 1882 года, глубокая ночь. Военные из отрядов старого образца, недовольные дискриминацией по сравнению с военными, из отрядов нового образца подняли мятеж. Виновницы и военные считали главную жену Коджона, Мин Чун Джон, впоследствии ставшей последней императрицей, королевой Мин. Сбежав из дворца, переодевшись придворной дамой, она едва выжила. Тэ Вон Гун, отец прогнанного с престола Коджона, захватывает власть. Но в это время 3,5 тысячи солдат из империи Цин входят в Ханян для подавления мятежа. Как только Тэ Вон Гун снова получает власть, Коджон и королева Мин, использовав силу империи Цин, прогоняют Тэ Вон Гуна. Иностранные военные силы были использованы для решения внутренних политических кризисов. Другими словами, Коджон выбрал стратегию зависимости от внешнего сильного государства. Такая стратегия полагается на использование сильной державы. Если бы только сильные державы после оказания помощи не высказывали чрезмерных амбиций. Если бы только внутри нас была сила, способная сдерживать такие порывы, тогда такая мощь могла бы стать приемлемым способом решения проблем. Мюндон – место, где проходят тысячи людей, приехавших в Сеул. Посольство КНР находится именно там, где базировались войска империи Цин в то время. Изначально здесь был дом начальника уголовной полиции Ли Гён Ха. Но с приходом на территорию Кореи солдат империи Цин именно в этом месте открывается их база. Цель Коджона была достигнута легко. Отец Теван Гун был схвачен военными империей Цин. Это что происходит? Коджон и его жена снова возвращаются к власти. Но был ли Коджон победителем военного восстания ИМО? Победа над мятежниками не его заслуга. Призванные спасители начали показывать неуемные аппетиты. Чосон вынудили заключить неравный договор. И с этих пор не только в военной сфере, но и в финансовой, внешнеполитической начало происходить прямое вмешательство империи Цин. Сожалел ли Коджон о таком непредвиденном исходе? Или, несмотря ни на что, это было лучшим решением? Ровно через два года ситуация практически повторяется. Взглянув на события изнутри, мы сможем понять ответ на этот вопрос. 4 декабря 1884 года, два года спустя с восстания военных ИМО. Почетные чиновники Чосон собрались на торжественную церемонию по случаю окончания строительства здания почты. Внезапно группа наемников совершает нападение и начинается резня. Так начинается трехдневное восстание Капсин. Молодые люди Ким О Кюн, Пак Йон Хо и другие, устроившие эту трагедию, были последователями цивилизованного развития, которые приняли западные идеалы. По мере того, как вмешательство империи Цин во внутренние дела Кореи усиливалось, министры, выступающие за тесную дружбу с империей Цин, получили большую власть внутри королевского двора. Они не собирались ускорять темпы модернизации. Королева Мин, получившая власть с опорой на Цин, была главной целью в списке восставших. Политика королевы Мин, в конце концов, привела к такой ситуации, что доверие намерениям короля Ко Джона идти по пути обновления было утрачено, поэтому модернизаторы сами решили ускорить этот процесс. При этом они возлагали свои надежды на Японию и другие иностранные силы. Это и было восстание Капсин. Гнев Каджона, отреагировавшего очень болезненно даже на такое небольшое посягательство на трон и королевы Мин, потерявшие своих родственников, достигла предела. Вновь, всего через два года, власть стоит перед лицом большой угрозы и необходимостью выбора пути. Выбор был точь в точь, как двумя годами ранее. Вновь приходят военные империи Цин. Для империи Цин, старавшейся усилить свое присутствие в делах Чосон, появился еще один неожиданно удобный случай. Уже на следующий же день подкрепление в виде полутора тысяч солдат выступает к Чосонскому дворцу. Японские военные, пообещавшие защитить восставших, тотчас же забывают о своем обещании и убегают. Коджон вновь сохраняет престол с помощью военных империй Цин. Но помощь вновь не была бесплатной. Вмешательство империи Цин в дела Чосон возросло до такой степени, что при дворе короля на постоянной основе присутствовал специальный представитель по имени Юань Шикай, который мог вмешиваться чуть ли не в каждое дело внутренней политики. Были случаи, когда Коджон не слушался его указаний, и тогда были угрозы, высказывания в духе того, что короля надо лишить престола. У Коджона были, конечно, попытки избегать по возможности вмешательства империи Цин, казаться независимой властью. Однако империя Цин в каком-то роде выступала щитом против атак со стороны западных государств. Поэтому Коджон пытался лавировать между этими двумя крайностями тот, ближай с Цин то отдаляясь. Таким образом, при каждом кризисе Коджон использовал силы империи Цин. Потерпев во внутренних финансовых делах полный крах и не имея даже верной личной охраны, Коджон, скорее всего, не имел особых вариантов, чтобы действовать иначе. Он стал заложником такого положения. Как известно, иностранная сила это чаще всего зло. Каждый раз привлекая ее для решения внутренних проблем нужно непременно создавать соответствующую защиту, которая могла бы им противостоять. Для этого от лидера требуются недюжинные усилия и старания. Например, Ким Чун Чху, правивший в период сила и привлекавший иностранную военную мощь империи Тан, не забыл об этом факте и в итоге вышел победителем. Что касается Коджона, он не смог создать никакой внутренней защиты. Крестьянское восстание было уже третьим по счету кризисом. И сразу, как оно началось, Коджон вновь обратился к империце. Но в отличие от двух предыдущих случаев, ситуация разворачивалась несколько иначе. По вызову Коджона армия из Цин сразу направляется в Чосон. Но стоило цинским отрядам оказаться на территории Чосона, тут же на территорию страны высаживаются японские войска. Такая ситуация уже полностью выходит из-под контроля короля Коджона. Крестьянские войска, видя такое вмешательство иностранной силы, немедленно заключают мирный договор с правительством. Крестьяне покидают крепость Чонжу и возвращаются к обычной жизни. Основание для присутствия войск империи Цин и Японии исчезло. Правительство Чосон просит правительство двух других стран отозвать свои войска. слабое государство может пригласить к себе иностранную силу, но точно не сможет затем выставить их за пределы границ. Так и вышло. Войска империи Цин согласились уйти, но японцы наотрез отказались. Полторы тысячи лет назад, когда сила запросила помощи у империи Тан, иностранные войска также не захотели уходить. Но в то время сила обладала необходимой мощью, чтобы прогнать надоевших гостей. Как же дела обстояли у Коджона? 23 июля, спустя полтора месяца после высадки японских войск в порту Инчхона, Япония наконец-то показывает свои настоящие намерения. Они внезапно нападают на королевский дворец Кенбо-кун. Дворец, не имеющий особой военной защиты, перешел в руки японцев всего за две атаки. В первую очередь в результате военного переворота на корейский королевский престол посажен прояпонский реформатор. Затем наступает черед для выдавливания китайских войск с территории Чосона. Обычно это означает начало войны. И Япония, захватив корейскую королевскую семью, начинает эту войну. Японские войска, не давая ни минуту передышки Чосонской и Цинской стране, атакуют китайский транспорт, пытающийся швартоваться в бухте Асан. Более тысячи цинских солдат, не успев взять оружие для сопротивления, были потоплены. Начинается китайско-японская война на территории корейского полуострова. Тогда считалось, что боевая мощь Японии не способна превзойти мощь империи Цин. Хотя в бухте Асан пришлось пережить поражение, цинская армия готовилась победить в решительном бою, сосредоточив сухопутные отряды в 13 тысяч человек у крепости Пхеньян. Коджон, естественно, тоже верил и не сомневался в победе цинской армии. В морском бою у острова Пхундо флот, которым так гордилась империя Цин, был полностью разгромлен морскими силами Японии. Японские войска, окружив Пхеньян с трех сторон, вошли в город, и цинские войска без сопротивления бежали, бросив новейшее оружие. Но японцы на этом не остановились, а двинулись дальше на север и захватили порт Артур на Ляо-Дунском полуострове и порт Эдвард на Шань-Дунском полуострове. Хотя китайская армия была большей по численности, но по качеству и содержанию не могла сравниться с японской. Это была уже далеко не лучшая и не современная армия. То же самое касалось и морских сил. Япония имела современные военные корабли, построенные на верфах Англии. Не было соответствующего командного состава и офицеров, которые могли бы управлять тактикой современного боя. Поэтому китайская армия постоянно зависела от иностранных советчиков. Китай выглядел огромным военным кораблем, на котором по факту не было ни соответствующей дисциплины, да и эффективное управление было невозможно. В Японии же была современная компактная армия, а также современный, хотя и меньший по размеру флот. По этой причине Япония вышла победительницей в этой войне. Японские войска пытались убрать с корейского полуострова не только цинских солдат. Другой их целью было убрать крестьянских повстанцев, которые поначалу ушли из Чонджу, но потом выступили с новым бунтом против японцев. Японцы начали операцию с целью предотвратить распространение мятежных настроений среди всего народа. Правительственные войска Чосона также направили оружие на свой народ. И сделали они это, получив приказ от японских советников. Хотя количество восставших крестьян было близко к 100 тысячам, они не смогли справиться с огневой мощью японской армии. Вот так восстание крестьян приходит к концу из-за иностранной силы, приглашенной Каджжону. Китайско-японская война показала миру, кто теперь является центром Восточной Азии. Вместе с пороховым дымом уходит в прошлой истории порядок вассальных отношений с выплатой Дани Китаю, длящийся на протяжении нескольких тысяч лет в Восточной Азии. В городе Симонасеки заключается мирный договор. Главной темой обсуждения на этих переговорах, конечно, было положение государства Чосон. Однако за стол переговоров представители Чосон не были приглашены. И хотя вся страна стала местом военных действий и бесчетное количество мирного населения пострадало, принимать решение о судьбе страны было в недосягаемости правительства страны. В переговорах участвовали только два государства. С японской стороны был Ито Хиробуми, со стороны империи Цин Ли Чунджан. Первая статья заключенного таким образом Симонсекского договора была непосредственно о судьбе Чосона. Статья первая. Империя Цин полностью признает самостоятельность Чосона. Чосон навсегда прекращает традицию выплаты вассальной дании империи Цин. Появление записи о независимости Чосона в первой статье Симонсекского договора было непроста, так как Япония, начиная китайско-японскую войну, в качестве оправдания своих действий говорила именно о независимости Чосона. Но зачем это было нужно? А для того, чтобы отделить Чосона от крепких отношений с империей Цин. Япония за счет войны и силы побеждает империю Цин. И, конечно, тогда Чосон становится независимым от его влияния. Самостоятельное правительство Чосон – это и было самым первым условием японской завоевательной стратегии. Согласно первой статье, империя Цин исключается из ряда держав, соперничающих за первенство, и ее место отныне занимает Япония. стратегии. Какой же делает выбор король Коджон в этой непредвиденной опасной ситуации? Он вновь прибегает к своему хорошо знакомому способу привлечения иностранной силы. Это было прописано во второй статье договора. Статья вторая. Империя Цин уступает Японии Ляо-Дунский полуостров, Тайвань, остров Пэнху и прочие территории. Аппетиты Японии в качестве победительницы в китайско-японской войне не ограничились Чосоном. Япония распространяет свое влияние вплоть до Маньчжурии. Но на Маньчжурию смотрели с большим интересом многие страны, не только Япония. Побережье Китая уже все было отдано западным державам на условиях концессии. То есть можно считать уже ими завоевано. Поэтому на большом рынке Китая последней незанятой территорией как раз еще оставалась Маньчжурия. Между западными державами, окружавшими Маньчжурию, завязывалось соперничество. Но именно Япония раньше всех завладела сопредельной территорией. Одержав победу в китайско-японской войне, Япония захватывает Люишунькоу и Далянь, важные порты на территории Маньчжурии. Конечно, по этому поводу больше всего оставалась недовольна Россия. Имея свои виды на Маньчжурию, Россия приступает к активным действиям. Россия, привлекая на свою сторону Германию и Францию, заставляет Японию отказаться от Маньчжурии. Увидев такой поворот событий, королька Джона и королева Мин обращаются к России за помощью. Они рассчитывали, что Россия поможет сдержать Японию в текущей ситуации, ведь помощь от империи Цин уже не придет. Но в данном решении была одна значительная проблема. Сопернические отношения между Англией и Россией на Корейском полуострове имели свою давнюю историю. Еще в 1880-х годах Англия, оккупировав архипелаг Комундо, тем самым явно высказала свою настороженность по поводу российской экспансии на Дальнем Востоке и на Корейском полуострове. Ко Джон и властвующая группировка, приложив усилия по привлечению России получили отчуждение от другой сильной державы Англии. Россия в тот период была одним из главных соперников, с кем Англия, проводящая политику экспансии, была в натянутых отношениях. Англия перекрыла все каналы и пути в Восточной Европе, Турции, Афганистане и других странах, через которые Россия пыталась выйти во внешний мир и тем самым сдерживала экспансию России. Сближение Чосон с Россией означало, что у России появляется проход в Азию. Именно в этот период строится Транссибирская железнодорожная магистраль. Самая длинная в мире железная дорога, соединяющая Москву с Владивостоком, тянется почти на 9000 километров. Сейчас этот путь пользуется большой любовью и является заветным маршрутом многих путешественников. Тогда же, в 1891 году, с началом строительства этой дороги, реакция соседних стран была совсем другой, чем сейчас. Строительство Транссибирской магистрали вызвало большое недовольство Англии, сильно опасавшейся продвижения России. Япония тоже приходила в бешенство при мысли, что Маньчжурия, завоеванная в ходе китайской японской войны, была отдана России. США, имевшие свои интересы в Маньчжурии, придерживались такой же позиции. Все три страны, Япония, Англия и США не могли спокойно смотреть, что Маньчжурия перейдет в руки России. Постепенно в Восточной Азии начинает накапливаться сильное напряжение по поводу Транссибирской магистрали в России. Какой же конечной станции прибудет поезд Россия, выбранный Коджоном? К возрождению Чусона? Или к его гибели? Коджон, видевший, что Япония, победившая в Китайско-японской войне, отдала России Маньчжурию и допустила строительство Транссиба, положился на силы России. Но Япония и не начинала бы Китайско-японскую войну, если бы ее было возможно так легко отодвинуть на второй план. Когда вмешательство России в ситуацию с Чусонным усугубилось, однажды ночью японцы врываются в спальные покои королевы Мин. Происходит убийство королевы Мин. Первая неприятность, пришедшая к Аджону, решившему заручиться помощью России, было жестокое убийство королевы Мин. Королева Мин, удержавшаяся среди многих интриг, нашла смерть от рук японцев тщательно подготовивших ее убийство. Естественно, король Ка Джон почувствовал угрозу и для себя. Он не стал спокойно сидеть и дожидаться своей участи. Ка Джон активно планирует пути спасения. Спустя три месяца после убийства королевы Мин, в одну из ночей две повозки тайно покидают дворец Кёнбок-кун. Человек, находившийся в одной из них, был никто иной, как Ка Джон. Спасая свою жизнь от японских агентов, Ка Джон переносит свое место проживания в дипломатическую миссию России. Так называемое бегство Ка Джона в русскую миссию. Спасшись бегством, он начал раздавать подарки сильным державам. То есть корейский полуостров поделили на концессии. Что касается внутренней железной дороги, ее части переходят во владение другим странам. Линия Кёнин США, линия Кёни Франции, линия Кёнбу и Кёнвон Японии, а густые леса Чусона во владение России. Рудники и электричества тоже делились между несколькими странами во главе с США. В период пребывания Ка Джона в русской миссии усилился процесс передачи прав на разные части страны и другим державам. В этом была заключена особая стратегия Ка Джона. В то время такая система экспроприации была требованием западных стран, но вдобавок к этим требованиям Корея раздавала и США, и Англии, и другим странам права на различную собственность, стараясь соблюдать баланс, в надежде, что так возможно будет сохранить суверенитет страны. Если такой баланс сил был бы достигнут, это было бы здорово. Идеальная форма такого баланса полный нейтралитет страны. Однако, чтобы действительно быть нейтральным государством, надо, чтобы было достигнуто соответствующее соглашение между сильными державами. если его нет, надеяться на свои собственные силы невозможно. Попытка достичь баланс сил через раздачу прав собственности говорит о том, что своих собственных сил на поддержку этого статуса у нас не было, полагались лишь на концессии, что в конечном счете не могло привести к успеху. Проблема была не только в перераспределении прав. Побег Джона именно в русскую миссию все серьезно усложнил. Холодные взгляды всего международного сообщества были направлены на русскую миссию. Для крупных международных игроков стало очевидно, что Каджон сосредоточился на усилении своей абсолютной силы, полагаясь на Россию. Значит, Чосон находится в настолько трудном положении, что не имеет самостоятельной способности защитить свою независимость для построения современного государства. И поэтому, в конце концов, является государством, которое можно превратить в колонию. Через год, покинув русскую миссию, Каджон отправляется жить на оправдание в Кёнбок-кун, а во дворец Кёнун-кун. Используя близкое расположение к иностранным дипломатическим миссиям, король планировал обеспечить свою личную безопасность и безопасность страны, опираясь на иностранные державы. Каджон меняет название государства с Чосон на Корейская империя и становится императором. Также он ускоряет внутреннюю модернизацию и по-прежнему прилагает большие усилия для поддержания отношений с главными державами. Однако рок этого периода не оставлял в покое ни Коджона, ни Корейскую империю. Февраль 1904 года Япония нападает на Россию и начинается русско-японская война. Война между Россией и Японией была ожидаема. Они конфликтовали уже на протяжении десяти лет из-за влияния на Маньчжурию и Корейский полуостров. Тем более, что мировые державы Англия и США, желавшие остановить продвижение России на юг, активно поддерживали и подталкивали к этому Японию. Вместо себя Англия и США, выставив вперед Японию и поддерживая ее активно, вступили с Россией в неявное противостояние. Поэтому так часто русско-японскую войну называют войной представителей. Япония в целом не обладала финансовой мощью для ведения такой войны, поэтому в других странах, таких как Англия, выпустили японские государственные облигации и тем самым привлекли средства для начала войны. Под ее конец нельзя было допустить, чтобы Япония раньше времени исчерпала свои силы, поэтому Америка тоже присоединилась к поддержке Японии. Русско-японская война заканчивается победой Японии. С этого момента на Корейском полуострове никто больше не сможет ей воспрепятствовать в проведении своей политики. Судьба Корейской империи погасла как пламя в лампе. Все эти события вынудили Каджона вновь заняться поисками сильной державы. На этот раз он обратил внимание на Америку, первое дружеское государство, с которым были установлены отношения в 1882 году. Не только Каджону, но и многим образованным людям того времени США виделись идеальной страной для спасения Чосона, стоявшего на краю пропасти. Если почитать газеты того периода, можно увидеть лучи надежды, которые корейцы возлагали на США. После русско-японской войны одной из главных стратегий Каджона, стоявшего перед опасной угрозой для своей власти, было упросить США прогнать японцев с корейского полуострова. Сам же он обещал максимальное содействие любыми средствами и способами. Человек, к которому Каджон обратился, был американец Гомер Хульберт, который работал около 20 лет преподавателем английского в Чосоне и сильно переживал за судьбу корейского народа. Каджон попросил его передать официальное послание, содержащее просьбу о помощи президенту Рузвельту. Правильно ли был донесен смысл послания Каджона американскому президенту Рузвельту? Но в Вашингтоне до прибытия туда Хульберта успело случиться многое. Из американской дипломатической миссии в Сеуле в Вашингтон также отправляется секретное сообщение. В нем говорится, что Хульберт перешел на сторону Кореи, поэтому не нужно верить его утверждению. Были и другие события, повлиявшие на обстановку в США. Соглашение Катсура-Тафта является протоколом переговоров между японским премьером Катсура и военным министром США Тафтом. Эти переговоры прошли летом 1905 года. На них США подтвердили свою позицию, которая заключалась в том, что Япония не должна рассчитывать на Филиппины. А Япония, в свою очередь, убедилась, что США не будут ей мешать на корейском полуострове. Как только Россия проиграла в войне, Коджон переместил фокус внимания и своих надежд на США. Однако к тому времени было уже поздно. Хорис Ален, являвшийся представителем американской миссии в Корее, еще до начала русско-японской войны, 4 января 1904 года, в телеграмме отправленный американскому государственному секретарю, высказал свое мнение, что Япония, как цивилизованная раса, должна стать владельцем Кореи. Основное представление Кореи у американской дипломатии того времени сильно отличалось от надежд, которые питал Каджан. Только спустя неделю, как было заключено соглашение Кадсура Тафта, Хульберт, прибывший в Вашингтон, встретился с военным министром США. И ответом американского правительства был твердый отказ. В том же году, 17 ноября, с подписанием японско-корейского договора о протекторате, страна утратила свое право на проведение внешней политики. Каджан еще раз пожаловался на незаконность данного договора в Сенат США. Но американское правительство крайне быстро закрыло свою дипмиссию и прервало отношения. Что же оставалось в качестве мер и возможных действий у Каджана? Несмотря на множество уже допущенных ошибок, тактика Каджана не менялась. В 1907 году Каджан пытается воспользоваться последним возможным выходом. Он собирался объявить на открывающейся в Гааге мирной конференции о незаконности заключенного японско-корейского договора и о нейтралитете Кореи. Но Кореи не было в списке приглашенных стран-участниц. Как было ожидаемо, японская страна воспрепятствовала этому, но и другие страны, США и Россия, тоже отвернулись от документа Каджона. К Каджону, тревожно ожидающему результат поездки представителей, пришло совсем нерадостное известие, а печальная новость о его насильном низложении. С этого дня Каджон больше не был императором Корейской империи. Являясь королем в период жесткого естественного отбора и нового варварского поведения на международной арене, Каджону приходилось все время противостоять сильному внешнему влиянию. Его внешняя политика состояла из одних и тех же ошибок. Уходя от одной внешней силы, он попадал под влияние другой внешней силы. Желание Каджона восстановить независимость за счет достижения баланса между силами супердержав, хоть и выглядело на первый взгляд разумной, на самом деле была равносильна использованию яда. Полторы тысячи лет назад, когда Ким Чун Чху пригласил помощь извне, то он и противоядие заранее подготовил. Оно потом избавило страну от этого яда. Это была своя собственная самостоятельная военная сила. Именно за счет объединения своей собственной силы и умелой внешней силы государство-сила смогло выстоять. Но Каджон пользовался этим ядом, не имея противоядия. В результате Часон был погублен, и теперь его имя пишется с оттенком позора, как короля сгубившего страну. Все это говорит о том, насколько тщетна внешняя политика, не имеющая под собой реальной опоры на собственные силы. Автор сценария Ким Хён Джун Продюсер Пак Иньон Оператор-постановщик Хван Гён Сон Композитор Ли Ми Сон Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.